Вероника, спасибо, что согласились пообщаться. В мае 2020 года вы давали интервью изданию Тутбай. И на вопрос, что должны знать о вас те, кто решит проголосовать за Валерия Цыпкало, ответили нечто. А что вы ответите сейчас на этот же вопрос, который заканчивается фамилией Тихановская? Я точно так же, как и в мае 2020 года, просто призываю всех избирателей прийти на выборы 9 августа 2020 года на этой неделе и проголосовать в этот раз за нашего кандидата Светлану Тихановскую. Но что избиратели должны знать о вас сейчас по прошествии вот этих нескольких месяцев? Прошедшие нескольких месяцев ничего не изменилось, кроме того, что опять-таки вначале я поддерживала компанию своего супруга Валерия Цыпкало, но в связи с тем, что он не был зарегистрирован в качестве кандидата на пост президента Республики Беларусь, было принято решение объединить три штаба, штаба Светланы Тихановской, Виктора Бабарики и Валерия Цыпкало, и уже поддерживать нашего общего кандидата Светланы Тихановской. Вы сейчас скучаете по своей жизни до политики? Нет, моя жизнь сейчас довольно-таки интересная, насыщенная. Мне кажется, то, что мы делаем сейчас с моими боевыми подругами, должна принести для Беларуси какие-то изменения и какие-то результаты. Поэтому нет, я не скучаю по прошлой жизни. Я рада, что мне судьба дала такой шанс поучаствовать в этой компании. Не секрет, что ваш супруг, бывший кандидат в кандидаты президента Валерия Цыпкало, сейчас продолжает заниматься политической активностью. У меня к вам по этому поводу возникает вопрос, кого вы больше поддерживаете сейчас, своего супруга или Светлану? Дело в том, что мой супруг продолжает заниматься политической активностью и в рамках компании Светланы Тихановской. Если вы посмотрите на его интервью, которое он дает зарубежным средствам массовой информации, то есть он везде говорит о том, что мы должны поддержать кандидатуру Светланы Тихановской, потому что она грант изменений в нашей стране. То есть после прихода к власти, если белорусский народ, скажем так, поддержит Светлану Тихановскую, она обещает, и я уверена, что она сдержит это слово, будут назначены новые выборы президента в течение следующих шести месяцев, будут выпущены все политические и экономические заключенные, поэтому мой супруг как раз-таки агитирует голосовать и поддержать кандидатуру Светланы Тихановской. Он не идет сейчас с отдельной политической повесткой, он не рассказывает ни свои программы, ни свое видение, наоборот, он как раз-таки призывает к тому, чтобы проголосовали, поддержались в планах. Если вы не против, я коротко пробегусь по событиям последних дней. Он оказался в Украине 31 июля. Как он туда попал? Переехал, перелетел просто. А как он туда попал? Ну не пешком точно. Не пешком? Нет, конечно. У меня есть информация, что он перешел границу пешком? Нет, это неправда. Он переехал, это неправда, он переехал на автомобиле к границу, то есть поэтому у вас нет достоверной информации. То есть он не переходил пешком к КПП Бачевской? Нет. Хорошо. Сейчас есть определенные сложности с путешествиями, в частности связанные с коронавирусной ситуацией. Каким образом он попал в Россию, сдавал ли он тесты? И каким образом он попал в Украину, сдавал ли он тесты? Находился ли он на самоизоляции, как требует закон? Вы знаете, эти вопросы, наверное, вы лучше адресуете самому Валерию, потому что меня там не было. И я думаю, что эти вопросы лучше адресовать ему непосредственно. Потому что он сейчас активно общается с журналистами. Я думаю, вы можете свободно с ним связаться и задать эти все вопросы. Но с вами он эту тему не обсуждал. Нет, мы эту тему с ним не обсуждали. В украинской повестке, да и в Беларуси это тоже откликнулось, много реакций было по поводу его ответа на вопрос моего бывшего коллеги по каналу Прямой Тараса Березовца о ситуации с Крымом. Чей Крым? Вы знаете, мое мнение не изменилось по этому вопросу, чей же Крым, если бы наша, скажем так, позиция, позиция белорусского государства каким-то образом влияла на этот политический вопрос, то есть чей Крым, украинский или российский, я думаю, что я бы высказалась по этому поводу. Но так как наша позиция, наше объяснение этой ситуации никаким образом не влияет на решение данного конфликта, то я бы сказала следующим образом. То есть и россияне, и украинцы являются для нас братскими, очень близкими народами. Я, например, лично очень переживаю как за украинцев, так и за россиян. И с нашей бы стороны, страны Белоруссии, мы бы предложили как раз-таки площадку для решения этого конфликта. Но опять повторюсь, что наша позиция по данному вопросу никоим образом не решит проблему чей же Крым. Но для вас, как Вероники Цыпкало, Крым чей сейчас? Это внутренний вопрос между Российской Федерацией и Украиной. Знакомы ли вам такие люди, как Алишер Усманов, и Виктор Медведчук? Нет. Вы никогда с ними не пересекались? Ваш супруг тоже не знаком с ним? Я не знаю. Возможно, знаком, я не знаю. Я, честно говоря, в первый раз слышу эти имена. А кто они такие? Один из них – это бизнесмен, которого обвиняют в связях с вашим мужем. Якобы он подсвечивает его политическую кампанию. А второй – это украинский политик, пророссийского толка. И вы никогда с ними не встречались? Если я впервые слышу эту фамилию, то я никогда, соответственно, с ними не встречалась. Нет. Впервые слышу. Ситуация с боевиками ЧВК «Вагнер», которые были задержаны. И, по словам госсекретаря Совета Безопасности Андрея Равкова, 170 из них по-прежнему находятся на территории Беларуси. Что вы думаете про эту ситуацию? Я уже давала тоже комментарии по этому вопросу. Я думаю, что для наших властей это не было какой-то новостью. Я думаю, что это не впервые, когда боевики проезжали по территории Беларуси. То есть, насколько я знаю, они проезжали транзитом. Поэтому мне кажется, что эта ситуация была завернута в политическую обертку. И я думаю, что это не впервые эти люди появляются на нашей территории. Просто сейчас, пользуюсь вот таким моментом, пользуюсь тем, что идет кампания, это один из методов воздействия на простых людей. Потому что мы понимаем, что огромное количество людей сейчас приходит на митинги Светланы Тихановской. И я знаю, что и в прессе, и в средствах массовой информации проходило очень много информации по поводу того, что боевики могут устроить какую-то там, не знаю, провокацию. И тем самым оказывают давление на людей, чтобы люди меньше приходили на митинги Светланы Тихановской. Потому что на кого-то такая информация, конечно, окажет давление, и он не захочет прийти на митинг в целях собственной безопасности. Поэтому я воспринимаю информацию как один из методов воздействия на людей. Ну, как вы считаете, некоторые из этих боевиков реальны или нет? Потому что украинская сторона заявляет, что часть этих людей участвовала в событиях на Донбассе, в войне на Донбассе, и требует их экстрадиции. Как вы считаете, должна ли Беларусь передать этих боевиков Украине? Я вообще не хочу комментировать этот вопрос, потому что все, что касается войны, военных действий, боевиков для Беларуси, это вообще настолько несвойственно. У нас настолько мирный народ, что, честно, для меня, мне кажется, это просто один из методов воздействия на людей. Я даже не хочу комментировать это. Что вы чувствуете, когда вы выходите на сцену перед вот этими десятками тысяч людей, которые поддерживают, очевидно, и вас, и Марию Колесникову, и Светлану Чихановскую? Ну, во-первых, я чувствую ту энергетику, которая идет на этих митингах. То есть мы видим огромное количество людей, мы видим горящие глаза, мы видим... Это доброта. На самом деле вы чувствуете очень положительную энергетику от этих людей. И даже если во время наших выступлений мы запинаемся, либо сбиваемся, то мы видим ту поддержку, которую оказывают нам люди. Поэтому, прежде всего, я, со своей стороны, очень благодарна всем тем, кто приходит на наши митинги, всем тем, кто поддерживает Светлану Чихановскую. Наши люди, которые приходят, они, на самом деле, нам дают энергию, дают нам силы двигаться вперед и ничего не бояться. Мы с вами до начала интервью обсуждали ситуацию с митингами, с тем, что все больше и больше людей приходят на них. Когда вы в последний раз ходили на политический митинг до того, как начали политическую карьеру? Ну, я, во-первых, не начинала политическую карьеру, начнем с этого. Ну, мы ходили, как бы, я думаю-таки... У меня всегда была активная гражданская позиция. Например, на президентских всех выборах я всегда знакомилась с кандидатами в президенты, то есть с их биографией, с их программой. Поэтому, как бы, ну, у меня всегда была активная гражданская позиция. То есть у меня никогда не было такого, что, например, у нас идут какие-то выборы, и я не знаю, кто баллотируется, не знаю программы, не знаю об этом человеке. То есть для меня это было всегда интересно, потому что для меня важно, в какой стране мы живем, для меня важно, какой путь развития мы для себя выберем в будущем, для меня важно, в какой стране я буду растить своих детей. Но когда вы в последний раз участвовали в политических митингах до этой кампании? Например, я ходила на голосование в 2010 году. Я имею в виду митинг, а не участие в процессе голосования? Как раз таки в 2010 году я ходила на митинги. То есть в последний раз, когда было в 2015 году, вернее, в 2010, в 2015 году, это было 5 лет назад, я ходила на митинги. И кого вы поддерживали тогда? Недействующая власть, я так скажу. А если говорить о трех главных вещах, которые вам сейчас не нравятся в Беларуси, то что это? Ну, прежде всего, это беззаконие. То есть я вижу, что в Беларуси происходит полнейшее беззаконие. Я вижу, как наших людей, простых граждан в Беларуси, бросают в тюрьму, задерживают в СИЗО. То есть человек становится в очередь в магазин купить майку или купить себе сувенир. Его подъезжает ОМОН и забирает, бросают в тюрьму. Мне не нравится то, что у нас карают людей за их открытую гражданскую позицию. Делают грязные провокации. То есть мне не нравится то, что против людей фабрикуют дела. Так не должно быть в стране, в 21 веке, в европейской стране. Поэтому эти вещи мне не нравятся. Мне не нравится то, что у нас в стране не ограничен президентский срок. Потому что президентский срок должен быть ограничен. Максимум два срока. Потому что президент такой же человек, как вы и я. Он должен жить нормальной жизнью. Он должен понимать проблемы, которые существуют в нашей стране. Потому что если ты с этим не сталкиваешься на ежедневной основе, то ты теряешь связь с реальностью. Поэтому прежде всего это политические заключенные. Это отсутствие основных свобод человека. Свобода слова, свободы собрания, свобода митингов. И как раз таки то, что у нас нет сменяемости власти. Мне это не нравится. Конкурентка Светланы Тихановской на этих выборах, Анна Конопадская, бывшая депутат Палаты представителей, заявила в интервью, которое я брал у нее несколько дней назад, что вы, очевидно, знакомы с Владимиром Путиным. Потому что на одном из митингов вы обращались к нему с просьбой защитить своего супруга. Как вы можете прокомментировать? Я не хочу комментировать слова данного кандидата. Потому что это полная чушь. Я обращалась к Владимиру Владимировичу. Во-первых, ни на одном из митингов своих я никогда не обращалась к Владимиру Владимировичу. Просто одно из российских изданий у меня спросило, вы не боитесь за то, что Владимир Владимирович выдаст вашего супруга Беларуси? На что я сказала, что я надеюсь, Владимир Владимирович политически опытен и политически грамотен, и этого не сделает. Вот что я сказала. Ни на одном из митингов я никогда не упоминала имя Владимира Владимировича. А данный кандидат, пусть я ей рекомендую следить за своими словами также. То есть Конопадская открыто соврала о том, что вы... Конечно. Это чушь полнейшая. Пусть она мне предоставит информацию, на каком из митингов я это сказала. Да, интересно. По поводу отношения Российской Федерации к этой компании. Ваш супруг сказал, что Россия занимает нейтральную позицию. А как вы оцениваете действия России сейчас? Россия официально заявляет, что они занимают нейтральную позицию. Я это так и расценю, что они действительно не вмешиваются в наши выборные правила, в избирательный процесс. Насколько я знаю, многие российские журналисты, потому что я давала много интервью российским изданиям, они сами говорят, что они даже не получают аккредитацию на эту президентскую компанию. И крайне расстроены от этой сложившейся ситуации, что западные журналисты могут получить аккредитацию, а российские журналисты, по крайней мере, это вот мне несколько российских изданий, сообщали, что они не могут даже аккредитацию получить. Поэтому, кроме как официальной позиции самого российского государства, я ничего сверху добавить не могу. Как вы относитесь к намекам Александра Лукашенко с напоминаниями про Андижан о том, что он готов применить силу к протестующим и к людям, которые, очевидно, не согласны с тем, что он может победить на этих выборах? Как можно относиться к таким высказываниям? Мы раз в пять лет избираем президента Республики Беларусь. Верховенство в Республике Беларусь принадлежит нашему народу, нашим гражданам. Если в ходе голосования, в ходе президентской кампании, выборов, мы увидим, что наши граждане в большинстве, больше 50% не поддерживают его, про что мы говорим? У нас должно быть верховенство закона. Президент должен быть легитимно избранный. Поэтому к таким высказываниям я отношусь крайне негативно, потому что у нас все-таки народ – это основной источник власти. И как решит народ, следовательно, действующий президент, последующие президенты должны принять выбор народа. Совсем недавно в Беларуси был задержан российско-белорусско-американский политехнолог Виталий Шкляров. Знакомы ли вы с этим человеком и приходилось ли вам пересекаться с ним в профессиональном смысле? Нет, я с ним лично не знакома. Я читала его аналитику, я читала его статьи. То есть он человек довольно-таки известный, но лично мы не знакомы. И вот видите, тоже один из примеров того, что у нас людей, которые альтернативно высказывают свои точки зрения, вот так бессовестным образом просто задерживают и бросают в тюрьму. А известно ли вам что-то о его отношениях с командой Тихановского? Нет, нет, я впервые это слышу. Были ли вы знакомы с Сергеем до начала этой политической кампании и видели ли вы его ютуб-блог? Нет, с Сергеем я не была знакома до начала этой президентской кампании. Ютуб и его блог я слушала несколько раз до президентских еще выборов. То есть мне просто было интересно. Формат проведения таких интервью на самом деле очень нестандартный. Принимая во внимание, например, что на наших всех государственных каналах мы всегда слышим только одну точку зрения. И это единственная и правильная точка зрения. У нас на государственных каналах никогда не бывает ни дебатов, на государственных каналах никогда не бывает дискуссий. У нас нет программ политических с острыми дискуссиями. Поэтому мне было интересно формат блога Сергея Тихановского. Мне на самом деле очень понравилось, потому что он ездил по всей стране, он задавал удобные и неудобные вопросы людям. Люди делились проблемами, что у них в жизни хорошо, что в жизни плохо. И мне на самом деле импонирует та открытость, с которой он общался с людьми. Но до этой предвыборной кампании я его лично не знала. До объединения штабов я также Светлану лично никогда не видела и не знала. Какой была ваша первая встреча со Светланой и какое впечатление она на вас произвела? Первая встреча была в день, когда мы находились в соседней комнате. В этом офисе это день объединения штабов. Нас пригласили в штаб. Мы пришли представители трех штабов. Светланы, представители нашего штаба Валерия Цепкало, представители Виктора Бабарыки. Штабом Виктора Бабарыки нам хватило 15 минут, чтобы сесть три женщины, обсудить те принципы, вокруг которых мы объединяемся. И, соответственно, через 15 минут мы приняли решение, что действительно у нас одинаковые цели, у нас одинаковые цели в этой кампании, мы объединяемся. Но меня Светлана произвела очень приятное впечатление. Видно, что, во-первых, она любящая жена, она любящая мать. Видно, что она действительно пошла в эту кампанию. То есть, скажем так, не она выбирала судьбу, а судьба выбрала ее. Она подставила свое плечо своему супругу, когда того не зарегистрировали, потому что он находился в СИЗО. Поэтому она на меня произвела очень приятное впечатление, человека открытого, доброго, любящего. Ваш супруг долгое время был, можно сказать, в обоиме Лукашенко. Какое-то время он был замминистра иностранных дел, затем он возглавлял парк высоких технологий. Обсуждали ли вы с ним тогда политическую ситуацию, и каким было его отношение к Лукашенко в те годы? Ну, я сразу скажу, что мой супруг участвовал в кампании Лукашенко в 1994 году. В то время, сразу хочу сказать, что это был абсолютно другой человек. Это был человек, который хотел... Абсолютно другой Цепкало или другой Лукашенко? Нет, другой Лукашенко. Лукашенко был в те годы, по крайней мере, из того, что я слышала от своего супруга, и то, что я сама видела в то время, да, с экранов телевизоров, то, что я слушала его интервью, мне тогда уже было это все интересно. Это был абсолютно другой человек. Это был человек голодный до перемен, скажем так, потому что он сам только вышел из народа, да, то есть он сам сталкивался с количеством проблем, которые у нас существуют. В то время он выступал и выглядел как настоящий реформатор. И он действительно много чего хорошего сделал в начале своего пути, потому что я помню, у нас и ситуация была, плохая ситуация была и с преступлениями, то есть у нас действительно было много вопросов, которые в то время необходимо было решать. И для того времени он сделал достаточно. И для того времени, когда он еще не был оторван так вот реальной жизнью, от народа, он сделал много хорошего. Но с годами, понимаете, когда человек 26 лет находится у власти, когда он 26 лет не сталкивается с реальной жизнью, когда он 26 лет видит жизнь наших людей только через стекло своего бронированного автомобиля, живя там в 17 резиденциях за забором в 3 метра, летая на частных самолетах, то человек просто отрывается от жизни. Он перестает чувствовать людей, он перестает чувствовать те проблемы, с которыми мы сталкиваемся. А что касается моего супруга, то он всегда всю жизнь проработал только на благо нашего белорусского народа. И что касается парка высоких технологий, это полностью была его идея создания. Он привел эту идею после Соединенных Штатов, когда посетил Кремниевую долину в Соединенных Штатах и увидел, какое количество талантливой белорусской молодежи уезжает в Соединенные Штаты в поисках лучшей жизни, в поисках лучших зарплат и так далее. И вот я помню даже, когда он пришел домой, он сказал, ну почему, как такое может быть? Ведь у нас, это же наши люди. Вот почему они уезжают все время? Почему мы не можем создать такие условия, чтобы они оставались дома в Беларуси? И он приехал после Соединенных Штатов вот с этой идеей. Ему заняло 15 месяцев, чтобы получить согласование. Не 15, а полтора года, извините. То есть полтора года он полностью получал согласование. Те даже чиновники, которые сейчас приписывают к себе, скажем так, создание парка высоких технологий, они многие препятствовали ему даже в, скажем так, подписании документов в далеком 2005 году. Поэтому идея создания этого парка высоких технологий принадлежала исключительно моему супругу. Он не получил ни копейки бюджетных денег, у него не было ни офиса, у него не было ни стола и даже стола. И для регистрации администрации парка высоких технологий мой супруг использовал свои личные деньги. То есть ему даже государство не дало денег для регистрации юридического лица, что происходит в демократических, скажем так, цивилизованных странах. Потому что если вы посмотрите на, допустим, Сколково, то вы видели, сколько там бюджетных средств было привлечено для как раз таки организации такого проекта. С сомнительным результатом по сравнению с поведением? Конечно, с сомнительным результатом. И мой супруг на протяжении 11 лет, то есть я помню, я очень четко помню, как нас все отговаривали. Нам говорили, что этот проект, даже среди моих знакомых, нам говорили, что это провальный проект, что ничего не получится, что белорусы не такие талантливые, что вот они могут себя только проявлять за границей, что это очередная какая-то там схема офшора и так далее. Что мы только не услышали в то время. А у вашей семьи есть обида на Лукашенко за то, что Цепкало больше не занимается ПВТ? Нет, у нас никакой обиды нет, у нас наоборот, мы очень гордимся. Мой супруг очень гордится своим детищем, парком высоких технологий. Он очень гордится тем, что ему удалось создать самый успешный проект за последние 26 лет, самый крупный проект на территории Восточной Европы. Он гордится нашими программистами, что у нас такие же талантливые, креативные, умные ребята. Он гордится теми компаниями, которые не побоялись и вступили в парк высоких технологий, потому что он ездил по всему миру, рассказывал про нашу страну, он рассказывал про наш инвестиционный климат. Многие компании очень боялись приходить сюда, потому что, ну, сами понимаете, у нас в стране отсутствие демократических свобод, базовых свобод человека. Поэтому мой супруг несколько лет, я помню, как активно ездил по миру, рассказывал про Беларусь, агитировал компании приехать и вступить в парк высоких технологий. Поэтому у нас есть только, у моего супруга есть только благодарность тем компаниям, благодарность той команде, с которой он работал, благодарность и гордость за наших программистов. А как вы относитесь к Всеволоду Янчевскому? Я к нему никак не отношусь. Как вы оцениваете этого человека? Ну, я так скажу, что с человеческой точки зрения это было очень странно, когда человек приходит на все готовое, приходит на готовый проект, и за три года он ни разу не упоминал моего супруга и ни разу не сказал спасибо. С человеческой точки зрения это ненормально, и это характеризует его как человека. В интервью, о котором я говорил в самом начале, вам задали вопрос, что вы сделаете, став первой леди. Сейчас все пока что идет к тому, что вам, возможно, придется стать подругой президента, новоизбранного, либо стать человеком, который рискует оказаться жертвой преследования, если эта кампания, кажется, неудачной для вашего штаба. Что вы сделаете первым делом сейчас, если Тихановская станет президентом? Если Светлана станет президентом, я как поддерживала, так и буду ее поддерживать. Если она посчитает нужным, что я полезна для этого государства, я полезна для нашего народа, то я, естественно, буду ей помогать и оказывать помощь. В украинской прессе появилась такая весьма конспирологическая теория. Я, конечно, испытываю определенные сомнения на этот счет, но все же хочу задать вам этот вопрос. Есть ли у вашего супруга сейчас действующий дипломатический паспорт? Нет. У него нет действующего дипломатического паспорта, у него обычный общегражданский паспорт. То есть белорусский МИД никаким образом не связан с его перемещениями и с грядущим турне по европейским странам США? Нет. Нет. У него обычный белорусский паспорт. А поддерживаете ли вы и ваш супруг связи с белорусским МИДом сейчас? Остались ли у вас там друзья и как они оценивают нынешнюю компанию? Ну, во-первых, я в МИДе никогда не работала, поэтому у меня в МИДе никогда, по большому счету, не было друзей, связи. Что касается моего супруга, то да, я знаю, что он общается с некоторыми людьми из МИДа, которые уже не работают в МИДе много лет. То есть, естественно, он проработал много лет в Министерстве иностранных дел, и за время его работы у него сложились приятельские, дружеские отношения с многими сотрудниками Министерства. Но эти сотрудники, насколько я знаю, они уже давно не работают в Министерстве иностранных дел. Я думаю, на этом можно завершить интервью. Спасибо большое, что нашли время. Спасибо.